В перерыве был вопрос, собственно, почему я так фокусировался на классификации. Я хочу, просто я, возможно, недостаточно сфокусировал на этом внимании во время. Значит, идея в том, что вот 60% рынка специалистов — это OLTP-решение, либо это Oracle, либо это PostgreSQL, либо это MoSQL. То есть, вот вы, если, допустим, вам приходят и говорят, что найдите нам специалиста по аэроспайку и Тибер, чтобы вы понимали, что это вообще совершенно другая, гораздо более специфичная история, чем специалист по лидерам рынка. То есть, возвращаясь к вот этому рейтингу, я рекомендую именно ориентироваться на него, я рекомендую понимать, что вот эти все решения, вот смотрите, Relational, 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 все они OLTP по моей классификации. Хотя там есть OLTP-решение, вот есть Oracle OLAP, мы про это поговорим, есть Microsoft SQL Server OLAP Extensions, но основное значение — это OLTP. решений для дата-вари-хаузинга здесь нет, но SQL начинается вот с этой строчки, лидером является MongoDB, особо в датабейс-администраторах она не нуждается. Мы, кстати, про это сейчас поговорим. Вот, всякие Кассандры, Редисы — это уже всякая экзотика, и, скорее всего, воспринимать проблему нужно именно таким образом. А как определяется популярность? Количество вопросов на Stack Overflow, количество поисковых запросов, количество статей, выходящих пресс-релизов и т.д. и т.п. Вот у них есть методологии определенные. Можно отдельно поговорить про этот DB Engines, на самом деле они все, что касается ниже топ-20, они рисуют, объективно говоря. Потому что здесь, например, 328 систем, я бы насчитал систем, наверное, 500. А есть какие-то мертвые системы, допустим, Drizzle, которая умерла 7 лет назад. Боже мой, вынесите это. Она здесь фигурирует на каком-то месте. Есть KXDB, база данных для финтеха, KX Technologies. Никто не слышал, нет? Она здесь отсутствует. Вот примерно так. Давайте пойдем по подбору. Я прошу вас еще раз останавливать меня. Наверное, вы почувствовали, что к концу все-таки тяжело, да? Вот. Останавливайте, потому что я же тоже устаю. И вы мне поможете как-то вернуться он трек. Значит, я уже сказал этот слайд. Есть две главные профессии. Database-администратор и девелопер. Вот, значит, девелопер тоже очень... Кому приходилось отдельно искать не DBA, а девелоперов? PLSQL-девелоперов. А для каких технологий? То есть Oracle... Какая база данных? Postgres. Oracle, Microsoft SQL Server. Oracle, да? Кого я не упомянул? Смотрите, я упомянул эти три технологии, потому что в них используются хранимые процедуры, в отличие от всех остальных. То есть вот там есть этот язык PLSQL, или транзакт SQL в SQL Server, или PG PLSQL. И по сути этот человек, PLSQL-девелопер, это программист. То есть он особо от программиста не отличается. Вот если по-простому, девелопер это программист, а DBA это админ, да? Куда все это вообще катится? Кстати, возможно, вторая часть будет короче, потому что здесь это особо рассуждать не о чем. Куда это все катится? К тому, что DBA как такового, как профессии у нас не будет. Но прежде, знаете, не будет ни кино, ни телевидение. Нет, прежде чем DBA не будет, их будет больше, гораздо больше. Это связано с тем, что у нас… Сейчас покажу картинку. Вот смотрите, картинка 2006 года. У нас идет вот это Oracle и Microsoft SQL Server, да, их доля, инсталляция. И вот MySQL на картинке изображен, как его доля расширяется со временем, да? Вот происходит какая-то трансформация от проприетарных баз данных к open-source баз данных, потому что они проще в освоении, их проще поставить, и с ними проще поиграться, и вся молодежь их и начинает использовать. От open-source баз данных к клауду. То есть, кто знает про… прошу прощения, где мы, вот здесь, да? Про Amazon Aurora. У Amazon Aurora все системные администраторы сидят в Амазоне. Microsoft Azure SQL, Oracle Database as a Service. То есть, почему мы по-прежнему вообще еще ищем администраторов? По двум причинам. Есть open-source, и есть консервативные организации, такие как банки, там, реестры, допустим, Росреестр какой-нибудь. Государственные организации, которые, естественно, не будут свои данные, то есть свое главное достояние отдавать в облако. Фундаментально здесь является то, что, ну, данные тупо могут украсть. И эта проблема тоже сейчас решается, то есть внедряется шифрование. Это все научные разработки, это, наверное, через 15-20 будет. Но идея в том, что внедряется шифрование. Такое, что база данных по-прежнему работает с информацией, она по-прежнему упорядочена, она полностью зашифрована. Не любой запрос можно таким образом вычтеть, но вот если у нас проблема безопасности при работе с облачными технологиями уходит, то у нас и DBA как профессия тоже окончательно уходит. Но а почему она не уходит? Потому что вот этот уход, его надо воспринимать, вот опять же взять вот этот график, смотрите. Это доля. Вот если его расширить на числа, то есть не на долю, не на процентное соотношение, на абсолютные числа, то там будет вот такая вот огромная воронка. То есть количество инсталляций баз данных растет, количество, общий объем данных, он растет вообще экспоненциально, например. То есть у нас там уже экзобайты всякие появились, и мы говорим, что будет еще больше. И софт, вообще софт любой, он пожирает все абсолютно индустрии, он проникает везде. Мы это тоже тренд видим. Вот эти два противоположных тренда, как они, в какой момент они, какой тренд победит, я вам сказать не могу. То есть вот прежде чем, но однозначно прежде чем профессия DBA уйдет, она будет все более-более популярной. Значит, как определить вообще, когда вы ищете специалиста, сколько он стоит, адекватно ли его ожидание по зарплате. Здесь получается та же история, что с, я не знаю, с питон-программистами, например. То есть вот питон-программисты, они тоже разные бывают, да? Они просят разных денег. И для большинства продуктов это такая же история, вам нужно смотреть на софт-скиллз. Но исключением является доминирующий продукт на рынке. Тот же Oracle обычно, если… То есть опять же, я не могу утверждать однозначно, потому что это среднее, да? Это какое-то взвешенное понимание. Но обычно, если какие-то серьезные возможности, потому что Oracle дифференцирует свой продукт очень серьезно, за все дополнительные опции нужно платить. И чем больше, условно, ваш работодатель мог себе позволить заплатить за опцию Oracle, тем реже такой работодатель, тем больше опыта у специалиста. И вот для Oracle есть эта история, что чем с большим опытом… Вот это просто надо… Если вы ищите специалиста по Oracle, надо посмотреть Oracle features, Oracle options, погуглить. И поспрашивать его, какие Oracle options он использовал вообще. Ему доводилось использовать. Наиболее крупные — это Real Application Clusters, то есть это вот такое горизонтальное масштабирование Oracle. Скорее всего, человек будет материться, потому что работает оно плохо. Partitioning, Allab Analytics. Как появляются вообще такие специалисты? Вот как человек превращается в DBA? Я думаю, что… Вот мое предположение, что DBA не учат. И не учатся. И это, скажем так, это какой-то путь роста. И чаще всего это путь роста для человека более низкой квалификации. То есть человек, который начал с системного администрирования, может быть Windows системное администрирование, он хочет каким-то образом повысить свою ценность на рынке труда. По сути, DBA — это человек с пониманием алгоритмов. То есть он что-то смыслит в Computer Science. Если он ничего не смыслит, то он никудышный DBA. Такого гнать надо. И, соответственно, типичный админ, что знает админ? Он умеет эксплуатировать, но не знает, как оно устроено внутри. Он начинает разбираться, как оно устроено внутри. И дальше может пойти по одному из вот этих путей. Он может вырасти в разработчика, если его прет на креатив. Он может вырасти в OPSA. То есть про OPSA у вас был отдельный доклад Кости. И он может вырасти в DBA. То есть психологический профиль здесь человека, скорее которому нравится разбираться, чем создавать что-то своими руками. Вы знаете, каких-то CIO крупных российских компаний в Mail.ru бы не взяли работать на должность младшего программиста. Потому что у них нет базовых... Вот эти все инфраструктурные архитекторы, это люди, которые, по моему представлению, так сама должность говорит о том, что человек... Ну я не знаю, он кубики какие-то, что ли, рисует. Ему платят за рисование фломастера на доске. Ну находятся такие дураки, которые платят за это. Ну то есть это, понимаете, это вообще отдельное. Как у нас устроен IT-сектор не в digital, не в digital. Дельная история. Специалистов на всех не хватает. Вот сейчас вот Алена Владимировская, я периодически почитываю, она там вангует, что все банки закроются, половина там офисов закроет, и вообще банки уходят в digital. Но вот типичный банковский специалист, вот именно в IT-отрасли, он же что-то понимает в банкинге, в бизнес-процессах банкинга, но он очень слабо понимает в IT. Он IT воспринимает не с точки зрения компьютеров, компьютерных архитектур или чего-то, а с точки зрения кубиков, бизнес-кубиков, которые у него вложены сейлами. То есть к нему приходят сейлы информатики, сейлы САПа, сейлы дебету какого-нибудь, и начинают петь про то, какая наша замечательная технология, как она решает эти проблемы. Вот у него формируется вот такое представление об этих кубиках, но оно не связано с, ну скажем так, оно не связано с реальностью данной нам в ощущениях, потому что сейлы чаще всего такую, это самое. То есть мы продаем тарантул, я общаюсь с сейлами. Вот, значит, ну вот это мое по поводу архитектора. Короче, смотрите, тут надо же понимать, что вот человек, который ушел в DBA, это больше про подумать, больше проанализировать, и больше, и у него же, у АКУАшника, допустим, у него есть выход в другую сторону, системный администратор есть выход в другую сторону. Он может быть какой-нибудь там, ну не знаю, ну project manager какой-нибудь, или как же это профессия называется-то, господи, когда с требованиями работают. Вот, аналитики, то есть он может куда-то еще, еще уйти. Он предпочитает DBA, потому что у него все-таки есть склонность к компьютер-сайенс таким мозгам. Теперь, как вот связана история с кросс-миграцией между продуктами? То есть может ли админ Oracle стать админом MySQL? Вот я попробовал нарисовать вот такую вот ценностную шкалу, я сейчас про нее попробую поговорить. То есть в целом, да, может. В целом хороший специалист, он может все, да? Но важно понимать психологию этих людей. То есть вот MS SQL — это начальный такой уровень в enterprise мире. Стоимость лицензии невысокая, около 20 тысяч долларов минимальная цена. Стоит много где, является типичной базой данных для 1С. 1С у нас установлено, они утверждают, в 100 тысячах предприятий России. Соответственно, опыта, возможности познакомиться с MS SQL людей много. Это Windows системный администратор. То есть это может быть человек, который начал свою карьеру с того, что просто заменял выгоревшие системные блоки у бухгалтеров, да? Вот, или там чинил им что-то. И вот, соответственно, его движение чаще всего, оно пойдет вот сюда, вниз, в Oracle. К большим деньгам, к большим нагрузкам, к большей ответственности, к банкам чаще всего, либо к, если это не банк, это будет Гасуха. Вот примерно так. Хотя Oracle есть абсолютно везде. А здесь, обратите внимание, что это чаще всего оффлайн бизнес. Что я поднимаю под оффлайн бизнесом? Бизнес, который зарабатывает на какой-то старой индустрии, да? То есть вот не компьютерный. То есть у него может быть много IT, но он… Ну вот сейчас такси тоже стало диджитал бизнесом, но раньше это был оффлайн бизнес. Банки — это оффлайн бизнес, да? Да. Вот сейчас они становятся диджитал, но вообще они оффлайн. А что такое ATM, скажите мне? Вот мне говорят, что ATM, что такое? Нет. Automatic Teller Machine. А Teller — это человек, который стоит и отвечает на вопрос. То есть банк — это в первую очередь про людей. А ATM — это автоматизация Tellera. И банк начался задолго до того, как какие-то компьютеры… Если вы посмотрите на американские банки, на все эти чеки, на все это… На все так… на то, как устроены кредитки. Все бизнес-процессы банка до айтишной сегодня… Можно… Я прошу прощения, что я вот так… Да, да, давайте, давайте. Давайте попробуем, да? Скажите, пожалуйста, кто сегодня пользовался онлайн-банкингом? Все, все, все. Но бэкэнд там… И единый в банке ногами. Понятно, да? Да, понятно, я согласен. Но сходите в Тинькофф, сходите в Рокетбанк. Самые наши передовые открытия, передовые банки России, российская индустрия на порядок впереди. И вы увидите, что бэк-офис у них крутится на том же софте абсолютно. То есть там такой же сидит Oracle, такой же сидит старый замшелый АБС, который они все со всех сторон подпирают подпорками. Да, но я что хочу сказать, что действительно эта трансформация идет, но она еще не завершена. Вот она завершится тогда, когда… Ну хорошо, хорошо, давайте поедем дальше. Мы спорим по одному, у меня просто свое восприятие, но это не суть. Смотрите, вот эта история про MySQL. Опять же здесь open source, то есть это вот… А почему вообще digital бизнес, он построен на open source? Кому-нибудь приходило такой в голову вопрос? Меньше денег тратят, ну и что, а что те меньше денег не тратят? Это же меньше денег, и меньше денег всем хорошо. Потому что, значит, нет, ну это нелогично. Это преимущества, которые универсальные, они не специфичны для digital. Ответ правильный заключается в следующем. И это вот как раз фундаментальная разница между digital и оффлайн в моей классификации. Заключается в том, что проприетарная лицензионная модель не позволяет масштабировать рост данных с нужной скоростью, потому что за лицензией придется отстегивать деньги, просто мама не горюй. А digital бизнес, он не зарабатывает столько, вот Mail.ru, у него там, допустим, 100 миллионов пользователей. С каждого пользователя он зарабатывает по рублику, понимаете? Он ему показал какую-то рекламку, еще что-то, да? Все сервисы бесплатные, он не может себе позволить отстегивать за проприетарные базы данных. Но нагрузки там обычно на порядок больше. То есть вот люди, которые работают там с открытыми базы данных, часто решали более интенсивные по данным нагрузки. Там меньше ответственности, потому что продолбать данные не так страшно. Здесь вы продолбали данные, это означает, что вы потеряли живые деньги в банке, да? Потеряли живые деньги человека, а здесь нет. Здесь, ну, кто-то там не загрузилась, у него страничка. И это психологическая разница между этими людьми, да? То есть это более хипстота, это больше про ответственность и про, скажем так, размеренность, да? Пяти до пяти, значит, экспертизу, вот эти вот совещания вот такие с маркерами, да? И все такое. Значит, могут ли они туда-сюда ходить? Могут. Почему они могут туда-сюда ходить? Во-первых, вот рост рынка. Смотрите, 2012 год 32 миллиарда. 2017 год прогнозируемый 50 миллиардов. При этом доля ходу по Нойскуэля из никакой растет в миллиарды. Миллиарды в доллары в год? Да, доллары в год. Значит, это рост рынка. Вот тренд популярности. Значит, open source базы данных растет их популярность. Close source базы данных, популярность, относительная популярность падает. То есть эти люди, которые сидят в банках, они начинают думать, а будет ли у меня работать через 10 лет? Может быть, мне начать использовать что-то новое, что-то… И они начинают, они приходят в какой-нибудь Mail.ru, они видят, что да, действительно, там, какой-то майсколь, к которому я отношусь презрением, будучи Oracle DBA, я профессионал, а эти вот не профессионалы. Но здесь люди решают реальные проблемы, они зарабатывают реальные деньги, да? И вот эта вот миграция, профессиональная миграция, которая знакома мне, у меня есть два живых примера. Они, на мой взгляд, характеризуют психологический профиль Oracle DBA. Один пример. Мы знакомы кучу лет 20 с лишним, 25. Oracle DBA банка. Увлекся йогой, сейчас йога-тренер. Да, то есть мы видим такие выходы, выходы из IT, мы их видим много. То есть человек, понимаете, нужно понимать, что вот DBA — это тупиковая ветвь в карьере. И люди, которые, ну вот смотрите, ну вот в DBA вы, куда вы растете? Вот какой-нибудь архитектор вы можете, да, вырасти, будете кубики рисовать. Но опыта менеджмента у вас нет, опыта закупок, скорее всего, у вас не появляется. Вам все это нужно получать. Опыта, вот куча и куча скиллов у вас есть. DBA — это достаточно такая, ну, и админы часто, кстати, растут более широко, потому что админ может вырасти в CTO, да? А DBA — ты ушел из админа общего назначения, ты получил специализацию, ты в этой специализации как бы себя запер, да? Громче. Громче. Разработчики потом можно пойти. Потом можно пойти в разработчики. Ну да, но в разработчики можно пойти из админа. Значит, и поэтому вот эти люди, они могут думать про вот эту миграцию, это связано с такими психологическими штуками, с рынком. Опять же, все, что здесь говорю, это мое мнение. Это все, что я дальше буду говорить, это, может быть, вы воспринимаете как хотите, да? Вот этот слайд про Big Data. Сейчас, 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 сейчас. Минуту. Ну вот, я уже, я его не нашел, я его проанонсировал. То есть, смотрите, Big Data — это, в первую очередь, предиктивная аналитика. Это не совсем про базы данных. Значит, как понять и вообще распознать DBA? Вот мы, у нас возникли дебаты при подготовке к этому, к этой встрече. Я утверждаю, что не понимая в сути проблематики, то есть, не имея возможности оценить ответ, распознать специалиста, именно профессиональный скрининг сделать, нельзя. Но я попытался подобрать вопросы, которые, на мой взгляд, и я сейчас расскажу про них, которые, ответы на которых может понять любой человек, потому что они осмысленны. Значит, начать надо с общего объема данных, который находился человек в эксплуатации. И тут нужно вернуться к предыдущему слайду про ответственность и про вот этих вот чуваков из этих мер. То есть, у этих чаще всего объем будет, может быть, и меньше, но нужно делить, условно говоря, умножать на 10, потому что ответственность за объем у них больше. Как измеряются ответы? Вот вам скажут, условно, 100 мегабайт, вы понимаете, то, что поместится у вас на флешке. 100 гигабайт — это уже что-то нормальный объем для начинающего. Терабайты — это уже, ну, middle совершенно точный уровень. Петабайты — это, то есть вы умножаете на тысячу, да? Вот, и петабайты — это mail.ru. Экзабайт — это зетабайт, точнее, зетабайт — это Facebook. То есть вот следующее умножение вам дает следующего по масштабам опыт человека. Но нормальное слово, которое надо запомнить, это терабайты. То есть терабайт — это вот… Да, причем надо понимать, что оно отличается в строках и в байтах. Потому что если база данных хранит какие-то картинки, то, естественно, картинки большие. Если она хранит каких-то пользователей, какие-то учетки, транзакции банковские, то, естественно, они маленькие. Ну, два числа, 10 чисел, 100 чисел — это все гораздо меньше, чем картинка. И там уже можно просто в количествах строк, то есть что такое терабайты в количестве строк? Это миллиарды строк, если я не ошибаюсь. Сейчас, мне надо пересчитать. Вам надо пересчитать. Мы сейчас не будем пересчитывать. Значит, но миллиард, больше миллиардов, да? Ну вот, скажем так, миллиард строк — это уже серьезный размер. Да, 100 миллионов — хороший размер 100 миллионов строк. Но где-то миллиард — это уже нормальная, хорошая база данных. Опять же, оборудование постоянно идет вперед. И понимаете, откуда возникают эти цифры? Это такое понятие, есть manageability, да? То есть вот у вас есть вот этот вот объем. Почему он становится неуправляемым? Потому что вы задумайтесь, что делает DBA, какая его работа? В первую очередь его работа, чтобы ничего не продолбать, да? Никакие записи, ничего. Он должен обеспечить избыточность хранения, он должен все бэкапить и так далее. И вот эти все операции, допустим, даже рестарт крупной базы данных, это уже очень от объема осложняется. Ну там есть маленькая базулька, ее перезапустил, но она поднялась за 10 секунд. Это никто даже не заметил, да? Ну серьезно, даже в Mail.ru, возможно, 10-ти секундного дайентайма никто особо и ругать не будет. Хотя будут, конечно, да? Но, значит, если там ее переподнять, это час, вот она поднимается, вот то, что было в мегафорде, это увольнение. Час, день, простое, это увольнение. Значит, вот от этого идет история про объем. Второй вопрос, чем бэкап отличается от репликации? Вот как я уже говорил, важно не продолбать данные, да? И продолбать данные можно по-разному. И нормальный DBA, на мой взгляд, на этот вопрос расскажет вам историю, которая понятна всем, и она, это история про, так сказать, как ректотермальный зонд, да? Вот, значит, в чем состоит процесс, бизнес-физический процесс бэкапа? Берется копия данных, сохраняется на внешний носитель, то есть на флешку или на ленту, на кассету натуральную, да? Кассета запирается в сейф. Ключ от сейфа хранится в определенном месте и доступен, условно говоря, руководителю организации. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы если пришел УБОП, ФСБ и так далее, все, что там находится во внешнем мире, можно было сжечь, спалить, уничтожить, но данные не потерять, да? Или, допустим, другая, зачем это еще делается? Вот представим себе, что произошел, не пришел ФСБ, а просто произошел пожар. Или пожар, бог с ним, а кто-то нерадивый программист взял и удалил все данные. Вот этот процесс внешнего хранения, он, значит, бороться с этими проблемами. То есть это про людей, не про компьютеры, да? Репликация — это история больше про компьютеры. Это автоматически, что такое репликация? Это когда база данных автоматически дублирует всю вашу информацию в тот момент, когда эта информация изменяется на кучу компьютеров. То есть если какой-то из этой кучи вышел из строя, происходит так называемый фейловер, то есть переключение фейловер, переключение на, и другие компьютеры подхватывают эту работу. Соответственно, вот репликация не решает этих человеческих проблем, которые решает бэкап. И хороший DBA, он вам про это все расскажет. Он расскажет про реальные случаи жизни, когда его спас бэкап и так далее. Почему нужно делать бэкапы? Вот это прям классика жанра. Зачем нужны бэкапы? Следующий вопрос тоже такой из жизни. Он, вы все, наверное, про него слышали. Это про недавнюю историю, когда джуниор, значит, стажер удалил всю продакшн-копию базы данных и написал на, где-то, я не помню, Hacker News или что-то на Reddit, что же теперь с ним будет, уволят его, конец его карьеры или нет. Вы, наверное, читали. Кто читал это в переводе на хабре? В оригинале. Прекрасно. Ну, то есть, смотрите, что происходит. Что? Нет, это западное. Но я вам скажу, я точно такую же историю слышал из банка, в который входит в топ-5 российский банк. Его уволили в конце, чем закончили? Его уволили, да. Его уволили. Он стажер. И он пишет на Reddit, как бы, я не знаю, во-первых, я не понимаю, что я так, действительно ли я так, как бы, поступил ужасно. Вот это как вообще оценить? Я нечаянно удалил эти данные. Я не хотел их удалять. Мне дали, то есть, там что происходит? Он вышел на работу, ему дали инструкцию. Там, типа, первый рабочий день сотрудник. По этой инструкции он должен был сделать себе копию оригинальной базы данных, начать с этой копии работать. Он копию себе сделал, а работал с оригиналом. Вот, и этот оригинал удалил. Соответственно, похожая история, я говорю, произошла в российском банке, в трейдинге. Значит, произошло следующее. Тоже новому сотруднику дали возможность сделать копию базы данных. В базе данных есть такая возможность, называется триггеры. Триггер — это программа, которая запускается по определенному событию. Добавляются данные, да? И запускается, так называемый триггер, он уже выполняет какой-то постобработчик этих данных. Он сделал копию, и вот эти триггеры были запрограммированы таким образом, чтобы реплицировать изменения в третьем источнике. И эти триггеры он не удалил. И потом свою копию стал нагружать. 2000 запросов в секунду, 5000 запросов в секунду в субботу. В понедельник, значит, люди приходят, обнаруживают в своей продакшен базе данных, значит, вот это весь шлак и мусор. И это абсолютно реальная история из живого российского банка, да? Значит, в чем заключается смысл принципа need to know, и что здесь произошло не так? Кто здесь виноват, кого нужно уволить? Значит, нормальный ДБА вам должен ответить, что человек должен знать только то, что ему необходимо знать для выполнения своих функций. То есть тот факт, что этот человек, этот стажер, этот новый прибывший, вообще получил возможность менять продакшен базу данных, является нарушением практик. И винить за это нужно в первую очередь СТО или того, кто ему выдал эти права, кто дал ему возможность это все стереть. И в принципе, к сожалению, вот эта дисциплина, она не во всех наших организациях присутствует, поэтому нельзя сказать, что это вот прям что-то, ну, не факт, что вы это увидите в кандидатах во всех, может быть, у них заведено по-другому. Каждый ДБА когда-то удалял копию. Каждый админ, да, ломал систему. Те, кто уже сделают, станут больше. Да, ну и третий вопрос, да, те, кто сделают, станут больше. Как правильно обновлять схему данных? Вопрос очень сложный, но я даже не буду про него вот давать какой-то ответ, но если вам человек скажет, что у него есть опыт обновления схемы данных беспростоя, схема данных это вот как раз история про то, какие объекты в базе данных присутствуют, какие таблицы там присутствуют, какие поля в таблицах. Вот если он возьмет ответ на этот вопрос, то хорошо. Где искать? Ну, вы уже поняли, что не на этом митапе, значит, но на митапе в целом. Да, вот я попытался перечислить список каких-то технологических ивентов, которые мне кажутся достаточно адекватными. Вот по сгресс-сообществу человек 600-700, майсколь-сообщество, приходите к нам на митап майсколь очередной, да, заходите, сообщество, Москова майсколь-юзер-групп. Человек 500, highloads.devconf, крупные российские конференции про интернет и диджитал. Наша юзер-группа 500 человек, конференции корпоративной базы данных, технологии баз данных, это уже больше про интерпрайз, про оракл, и оракл технологии, да и с той же. Похожий ивент есть у микрософта, я, к сожалению, не удосужился записать. Монго в России не представлено никакими технологическими ивентами, есть юзер-группа, она, так, приходите на майскольный метап, там много монги. Теперь, вот более философская история, которую мне тоже задавали в перерыве, и на которую я попробую дать ответ здесь. Да, вот меня задают вопрос, почему люди уходят, почему, вообще сколько у нас времени, может быть, это стоит оставить на факультатив? 15, нормально. Значит, смотрите, в свое время вот у меня был коучем вот этот чувак, Адам Босворд. Это VP микрософтовский, который делал микрософтовский интернет-эксплорер в свое время, до микрософта он еще работал в куче мест. Короче, человек, через которого прошли тысячи разработчиков, в первую очередь. И у него родилась целая философия о том, о ценностном аппарате, который определяет ДНК организации. Вот меня спрашивают, как правильно подобрать человека, чтобы он влился в этот ДНК. Нужно, чтобы человек разделял как минимум две ценности из ДНК, и нужно научиться определять эти ценности. Начнем с денег, да, форчун. Организация может быть очень сильно про деньги. Там, может быть, могут быть никакие отношения в коллективе, там может быть типичная сейлс-организация, да, серпентарий. Вот, значит, там может быть ужасная работа, скучная, но деньги платят хорошо. И если это так, то туда не пойдет человек, который больше профан, да. Вот, что такое фейм? Фейм уже более сложная история. Вот смотрите, человек, который верит в то, что он изменяет мир к лучшему, для него очень важно выбирать такую работу, которая помогает. То есть, если это у вас медицинский стартап, скорее всего, вам нужно искать айтишников, которые до этого работали в опенсорсе, например. Потому что опенсорс — это тоже про идеологию, про изменение мира к лучшему. Это про… даже я, наверное, не совсем то говорю. Но вообще, да, вот фейм — это больше про это. Соответственно, это тщеславие в каком-то смысле. Здесь пишется о том, что… Да, я на самом деле путаю слова. Это про форс, извините. Вот, это про форс. Значит, фейм — это больше про тщеславие. Да, да, то есть человек, например, он имеет возможность выступать на конференциях, продвинуть свою идентичность, где-то быть известным. Вот, допустим, как бы, вот Яндекс, он не промоутит своих девелоперов на выступления в конференции. Он относится так, не так, не сяк. Мейл.ру как бы пушает своих людей на то, чтобы они выступали в конференциях и рассказывали про то, как все устроено внутри. Вот это вот разница в психологию. Freedom, да? Да, вопрос. Про Яндекс. Не так? Ну, это значит, изменилось, возможно. Хорошо. У Яндекса есть Яндексовская конференция, там выступают. Я просто в программном комитете ряда российских конференций, там очень сложно добиться докладов от Яндекса. Это вот такой вот. Я в программном комитете Highload, Retire, и как бы вот докладов мы видим там мало. Но возвращаюсь. Значит, Freedom — это про возможность, про свободу, да? Если в организации все решения принимаются через комитеты и так далее, то такой человек не пойдет работать. Если человек больше про структуру, про деньги, про спокойствие, про ответственность, он пойдет работать в организации. То есть, возможно, вам не нужен вот этот весь базис Босфорта, но порассуждайте об этих ценностях с человеком, которого вы нанимаете. И тогда вы наймете человека, который останется в организации работать. Потому что скиллы — это еще не все. Есть Брэдфорд Смарт. Вот, да, автор книжки «Тапгрейдинг», технологии «Тапгрейдинг», страшный бренд в США, пытался нанимать людей для Трампа, пытался делать рекомендации Обаме, как ему страшно себя двигает, курсы, тренинги, значит, 10 тысяч, двухдневный семинар долларов и так далее. Мы вас научим «Тапгрейд». В чем? Значит, человек в первую очередь забрал термин ABC Player, да? Кто понимает, что такое A Player, B C Player, C Player? Вот дайте определение. Сразу спойлер для остальных. А-а-а, ну я сразу. Вот смотрите, определение очень мутное. Даже это определение, его тоже нужно долго как-то для себя осознавать, что это такое. Вот самое простое можно 10%, 70%, 20%. До меня лично просветление о ABC классификации дошло в тот момент, когда я осознал, что A Player — это вовсе не обязательно A Player в другой роли. То есть это в первую очередь соответствует человеку, человека позиции, да? Он находится, он входит 10% лучших специалистов в позиции, да, потому что у него есть вот эти вот скиллы. Он сам себя самомотивирован, у него хорошие результаты, его уважают сотрудники другие, да, и так далее. Но это можно сказать про многих, да? Но в первую очередь это соответствует человеку роли. Гораздо простая история у Брэдфорда Смарта, связанная с наймом, состоит в технике под названием Top Grading Snapshot. Тоже очень просто всем HR взять на вооружение, ничего не надо знать про кандидата, в плане, и точнее ничего не знать. То есть вообще, если говорить про в целом шаги техники, конечно, нужно подступать комплексно, 8 шагов при отборе, правильно специфицированные вакансии. Но вы, наверное, миллион раз это слышали в других местах, и это не является специфичным для топгрейдинга. Значит, сейчас я хочу упомянуть именно историю про топгрейдинг Snapshot, которая является специфичной. Что это за штука? Элементарный вопрос, который может задать любой HR, я его постоянно задаю. Я прошу рассказать историю работы и повышения зарплаты. Вот топгрейдинг Snapshot у плеера. В чем он состоит? Человеку часто повышали зарплату на его текущем месте работы. То есть вот смотрите, цветом помечено место работы. Он никуда не уходит, но ему повышают зарплату. Понимаете? Допустим, вот этот Snapshot может выглядеть следующим. Вот здесь может сидеть дырка. Повышение зарплаты может выглядеть так, что плоско, ушел на другую работу, повысили. Ушел на другую работу, повысили. Он может выглядеть так, что 8 месяцев человек просидел на одном месте, ему надоело, он ушел, год проваландовался еще где-то. То есть это сразу характеризует, что человек не знает, чего он хочет, не знает своих сильных сторон, не умеет искать работу, не может договориться. Классика жанра. Если к вам кандидат приходит и говорит, что его предыдущий начальник был мудак, то, наверное, то же самое скажет и про вас. На следующем своем месте работы. Не факт, но как бы тенденция. Я знаю, что у каждого из нас в карьере был хотя бы один босс мудак. Я знаю, у каждого, иначе это невозможно. Но понимаете, вы не будете фокусировать на этом внимание, как основной причиной семены работы. Потому что если вы посмотрите на людей, они умеют работать в том числе с неадекватами. Вот это нормальная техника. Опять же, в чем состоит второй атрибут апгрейдинга? Это торг техника. Threat of reference check. Только тут Q, не Q, а C. Значит, кандидату заранее предъявляется, что все, что он будет говорить на интервью, будет проверяться. Да? И, собственно, и после этого проверки осуществляется. Вообще-то проверять должен хайринг менеджер. То есть не HR, а хайринг менеджер. Ребята, это история про найм топ, то есть CEO, CIO. Но в IT это надо эксплуатировать. Потому что в IT мотивация устроена так же, как мотивация топ-менеджмента. Человек в IT это не дворник. Он не делает с 9 до 5. Значит, последнее, что раздвигает перспективу в топ-грейдинге, о чем хочется упомянуть, это 50-ти компетентная шкала оценок. То есть мы не говорим про то, что есть гуманитарии и есть, значит, IT-шники. Мы говорим, что у каждого человека есть все скиллы, и все скиллы нужно качать. И рост человека, карьерный, связан с тем, что необходимые скиллы. То есть нам нужно смотреть, конечно, на конкретные скиллы. Ну, допустим, навык публичных выступлений. Нужен ли он кому-то уровня, допустим, даже тем ли да? Наверное, еще нет, да? Но уровня там CTO, CIO, он обязателен. Вот. И если у человека даже нет там, ну, ничего, то понятна его, так сказать, история. Ну и, конечно же, это стоит все воспринимать с тем, что именно накладывать вот на эту мою модель. То есть если вы нанимаете оверквалифайд человека, то, естественно, такой человек на работе не задерживается. Если у вас скиллы выше, и он ничему не учится на этом месте работы, то под него роль сформирована неверно, и вы решаете нерешаемую задачу. Вот есть у Питера Дракера, специалиста, значит, по менеджменту, тоже основной скилл менеджмента — это формирование ролей таких, чтобы они были адекватные специалисты. Вот DBA — это роль, да? Она сформировалась, мы про нее знаем. DevOps — это все-то совершенно новое, это новая роль. Поэтому так сложно искать людей, да? Вот это вот формирование ролей — это основной скилл. Вы должны четко понимать, что ему будет достаточно интересно, не тесно, будет перспектива роста, но при этом он справится, не захлебнется. Вот на этом все. Пора позадать.